мы с вами почти на финише то есть вот прям вот совсем совсем близко и от сегодняшнего и качество сегодняшнего моего занятия зависит насколько как сказать удастся ли нам чуть-чуть выпрыгнуть вперед или нет а вот я предупреждал что это не повлияет на итоговый билет и в любом случае наверное не включу то что я на последний если смогу рассказать вам про стеки может быть не включу вы слышите на самом деле посмотрим скорее всего мы не успеем скорее всего мы не успеем давайте как по плану мы должны были остановиться на сложных фактах динамического программ динамичного программирования да так так вот и скорее всего мы не успеем сегодня еще раз еще продолжим но уже после последнего бы я надеюсь что вы более-менее успеваете за заданиями они очень напряженно там топают и будьте осторожны вот последние я знаю что у вас и так нагрузка по другим занятиям она большая мы там можем чуть-чуть сдвинуть дедлайн но обязательно хотя бы несколько задач понимаете есть метод швейцарского сыра накусите из каждого метода но хотя бы несколько задать до самого сложного не решите ну плевать хотя бы несколько самых простых по обработке струб мы сейчас не пойдем самого начала я хочу рассказать из долгов моих это рассказать вам задачу об укладке рюкзака вот очень бегло то что время не ждет и мне надо рассказать всего по строкам за задачки на динамичное программирование на классические алгоритмы их три которые мне надо рассказать я не тоже не уверен что мы справимся поэтому просто давайте начинать итак давайте начнем с задачи об укладке рюкзака постановку поняли или нет из условия задачки или дать давайте дам классическое начало и в следующем у нас есть некоторое количество грузиков некоторое количество грузиков которые имеют разный вес и разную стоимость price я имею возможность забрать эти грузы совершенно бесплатно и и моя задача максимизировать унесенную прайс я добрался там сокровищницу пирамиды да и хапаю себе что влезет да у меня есть мешок его суммарная вместительная способность м она ограничена не стоимостью она ограничена массой которую я могу соответственно в этом мешке унести на больше он рвется не выдерживает вопрос оптимальное использование мешка решение задачи ну а в чем проблема темофей федорович давайте унесем все давайте переберем давайте я у с отру отсюда на и вот здесь прям вот снизу под этими грузиками я двоичные числа все сейчас напишу ну 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Что это такое? Это перебор, аккуратный перебор всевозможных подмножеств данного множества. У меня есть множество грузиков, каждый характеризуется парой значений. По битовым маскам это пустое множество, суммарная масса, суммарная масса, сумма m, я вот так напишу. Сумма стоимостей. И я говорю, о, это масса какая? 0. Унесенная стоимость 0. Соответственно, здесь что у меня получается? m1 плюс m2 плюс m3, то есть она в сумме, какая-то масса. Ну и соответственно стоимость полная. p1 плюс p2 плюс p3, все супер. Да, а здесь все возможные варианты. Здесь я беру только один, ну в данном случае я выбрал третий грузик, да. Это вариант, где я беру только, где тут, первый грузик. Да, соответственно, только его. Зачем я все это прописываю? Что это за метод, который я вам рассказываю? Это метод самый тупой. Он так и называется, brute force, да, brute force. Соответственно, метод взлома, да, метод долбежа, да, грубой силы, метод полного перебора. Этот метод всегда есть у нас в кармане. И в данном случае этот метод является, тадам, единственным гарантированно дающим ответ. То есть мы, что мы можем сделать? Мы проверяем по массам, проходит, не проходит. И среди тех, которые, вот суммарная масса, которая тут получается, да, вот М, ну, я не знаю, М большое и Т, да, мне интересует, чтобы эти М большое и Т, да, все вот варианты, да, они у меня были меньше моей массы, которую, максимальную, которую могу нести в мешке, да, М максимального. Вот если она проходит, то мы берем эту стоимость, да, и таким образом, что мне нужно искать поиск максимума с фильтрацией, и в М меньше либо равно М большого, ну, суммарная масса, да, М, С, да, меньше либо равно массы большой. Соответственно, в этом случае мы запоминаем, Макс Прайс равно сумме П, да, П, С, ну, назовем их там, М, С, П, С, да, П сумма, да, равно П, С, запомнили, запомнили, при какой конфигурации это произошло, в чем проблема, почему это неплохо, почему это плохо, ну, почему это хорошо, сто процентов ответ здесь. Ответом является подмножество, ну, и в соответствии с этим подмножеством итоговая сумма, да. Я только проверяю, что там влезает, и поехали, да. У нас нет три, друзья, это может быть сто. Их здесь К штук. Количество возможных состояний 2 в степени К. Мощность множества всех подмножеств равно чему? 2 в степени мощности множества. Соответственно, 10, 2 в десятой. 100 предметов, ну, не какая-то экзотическая ситуация. У меня в сумке, ну, я подозреваю, что 100 предметов там наберется, разных там крупных, важных, потом по мелочи, ноут, зарядка, зарядка к телефону, и там сейчас начнется, да, сотня, а то и две. Так вот. И возникает какой-нибудь там 2 в сотой. Тысяча? 2 в тысячной. И в чем тонкость? Дело в том, что мы можем попытаться сказать, давайте жадным алгоритмом, давайте там, где максимальная стоимость хватать. А потом оказывается, что есть предметы, которые и весят много, и стоят много, да, и их удельная стоимость не такая уж большая, зато сразу много места в мешке. Давайте жадный алгоритм, который учитывает удельную стоимость. Но оказывается, что, вот, как сказать, вот мы схватываем жадным образом, а там остается пустота, в которую больше ничего не лезет. Оптимальным образом. И оказывается, я сейчас не буду этого доказывать, но оказывается, что эта задача относится к чистом ее виде, относится к так называемым НП сложным задачам. Это означает, что если бы, если бы у нас в руках был так называемый недетерминированный конечный автомат, ну, короче, недетерминированный машина, короче, если мы можем в любой момент форкаться, у нас бесконечный ресурс по возможностям распараллеливания. Вот бесконечный. Фабрика, вот мы, не знаю, там, как меня назвать, там, ФСБ. Ну, у меня медленные компьютеры. Вот у кого, вот, любые ресурсы по вычислительным мощностям? По брутфорсу. Чтобы пароли перебирать всякие. Да у кого? Ну, вот у кого-нибудь спецслужбы, да? И, соответственно, транс. У меня этот компьютер, вот эти десяточек переводят. Второй компьютер, эти. А лучше по одному, одна комбинация каждому компьютеру. Этот компьютер эту проверит. И они за буквально там одну секунду раз и проверили. Не все алгоритмы являются НП сложными. Бывают хуже. Ну, вот, как сказать, понятное дело, что у нас вообще-то не бесконечные ресурсы на Земле. Да? И мы можем в степень чуть-чуть еще подрастить. Да? У нас, окей, у нас есть там такой кластер. А в 10 раз, а в 100, а в миллион раз больше. Ага. И вот в какой-то... Все затыкается. Короче, в любом случае, вот НП сложные задачки, они, мы сейчас еще раз говорим, не будем трогать классную сложность, оставим это фифту. Вот там ФБМ, ФБМ, ФБМИ. Оставим для них эти вопросы. Значит, что ж мы про это решили здесь порассуждать? Слушай, я про это-то рассуждаю. А дело в том, что если, если сделать маленькую поправку, маленькую поправку, то эта задача превращается из НП сложной с маленькой поправочкой, которая в жизни вполне себе часто встречается. Она может, как сказать, туннелировать в класс задач, которые решаются динамическим программированием. И у нее прекрасная полиномиальная сложность. Полиномиальная. Не 2 в степени К, а у нее будет сложность О от количества грузиков, ой, не грузиков, количество предметов, да, то есть у меня их К штук. Как, ну, что этот цвет? Был цвет нормальный брать. О от количества грузиков умножить на... А дальше интересный момент. Задача предлагает... Ну, это решение динамичным программированием предлагается через дискретизацию веса. Дело в том, что стоимость у меня здесь вещественное число. Вес, который я ношу, вещественное число. Соответственно, вот эта проблема точной укладки, да, вот как там вес уложится, не уложится. Динамичное программирование, оно хорошо работает в ситуации дискретных значений. Я должен начать, не знаю, там, от нуля и чпунь к чпунь к чпунь дискретными шагами дотопать до какого-то требуемого значения. Понятно? Поэтому давайте договоримся так, что у меня массы, только массы стоимости пусть плавающей, массы будут являться второй координатой. Одна координата это фактически предметы, которые я уношу. Понятно? Да. Кстати, состояние, когда я унес с собой ноль предметов, меня устраивает. Его надо тоже добавить. Ну, я слишком близко нарисовал. Ну, я вот, это состояние, оно у меня будет, да, когда я не беру с собой ничего. Предметы я буду пытаться брать ровно по порядку их следования, как они на полках лежат, вот как они проинвентаризованы. Понятно? А здесь я вот по этой шкале, это будет сейчас таблица целевой функции. Ну вот. Так. А сюда я буду вписывать, соответственно, все дискретные состояния. Ноль, один грамм, два грамма, три грамма, четыре, тра-та-та, тра-та-та. Ну, некоторое количество там, давайте, м маленькая граммов, тра-та-та, тра-та-та, и в какой-то момент м большое. Состояние больше, чем м большое, меня не интересует. последняя разумная строка, до которой мне интересно, это когда я полностью разрешаю себе использовать весь объем мешка для уноса тяжестей. Теперь смотрите, вот ситуация, когда я беру с собой, да, и братья с собой, буду все время под множество, именно как срез, то есть, помните, да, в динамичном программировании, да, это, да, да, умножить на м, но теперь м дискретно в некоторых граммах, то есть, это от вещественной, да, это теперь, соответственно, целое число. Если у вас там дискретизация идет на сотые доли грамма, умножьте на сто ваши предыдущие м, и в дискретных единицах, потом поделите. Все веса там, короче, все мочки, и м большое, это целые числа. Как вы помните, с динамичным программированием, вся главная сложность, их две, но главная сложность сформулировать, три, прошу прощения, три, сформулировать функцию целевую. Когда мы сформулируем целевую функцию, нам уже станет понятней. То есть, что я хочу посчитать? Я тут пространство, в котором эта функция разворачивается, собираюсь описывать, да, но мне надо начать с того, а что вообще хочу сюда вписывать и считать? Это раз. Второе, это придумать рекуррентную формулу, индуктивную. У нас она будет применяться как индуктивная. Мы будем прогонять от крайних случаев к рекуррентным, как сказать, да, и достигать требуемого случая. Естественно, надо продумать траекторию вычислений. То есть, заполнение этой таблицы по такой траектории, чтобы она достигла целевой точки. Я сразу скажу, как оно частенько и будет. Наша целевая точка находится в самом низу. Вот здесь. Вот. Вот это надо вычислить. Все остальное нафиг. Ну, не совсем на самом деле. Если я хочу там восстановить ответ, то не нафиг. Похоже на ту ситуацию с кузнечиком, который там наиболее дешевой траектории пытался перемещаться. Тоже. Если восстановление ответа требуется, оно скорее требуется. Тогда табличку надо сохранить. Я забыл сказать. Время работы О от К умножить на М. Это вообще не вопрос. Ну, представьте себе, что у вас предметов тысяча штук. Да? Два в тысячной. Полный перебор. Понятно. Вообще нереально. Я могу оценить это число. Там надо поделить на 10, степень двойки. Получается 100. И умножить на 3. 300. Ну, это единичка и 300 ноликов. Примерно. Больше. Ну, это просто оценить из степени двойки перевести в степень десятки, чтобы вы поняли. Это, если Google это 10 в сотый, да, то это на, как это сказать, Google в кубе. Вот так вот. Возможных состояний. Всего лишь для тысячи предметов, с которых надо выбрать. А еще раз говорю, да, вот типичная сумочка там, да. 100 предметов нормально. Так. Значит, короче. Ну, здесь получается тысячу умножить на... Ну, давайте, ну, на сколько дискретизуем? Давайте миллион состояний. Ну, у меня там, не знаю, тонна, тысяча килограмм, и я с точностью до грамма дискретизую вес. Миллион. Ну, масштабно, да, нормально? Миллион. Миллион умножить на тысяча. Миллиард. Посомнение с Google в кубе. Вообще ни о чем. А, но есть, правда, тонкость. По памяти тоже. То есть, у нее сложность будет и по времени, и по памяти одинаковая. и по памяти. Ну, логично, да? В динамичном программировании так часто бывает. То есть, ну, вот тебе массив, вот тебе надо против заполнить его, и все. Ладно. Давайте сформулируем функцию целевую, и от этого все дальше легче пойдет. Итак, моя целевая функция будет, собственно, максимальное количество веса, которое я могу унести. Не знаю, M хорошее слово или нет. Давайте. Сейчас, 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 сейчас. Ну, просто у меня M уже занято, я боюсь лишнего не использовать. Видите, F. Просто F. Для простоты. F. Ну, она параметризована. Чем? Пока я буду писать формулу, мне удобно математическими индексами вписать. Она будет параметризована двумя вещами. Первое. Это количество предметов, которые я имею право с собой брать. Это подмножество, множество мощности K. ну, надо, сейчас я поясню, да, но вот и первых предметов, и первых предметов, имею право взять. А вот это M маленькое, это, ну, вот, конкретное, дискретное значение. Весопредельное, которое при этом разрешается использовать. То есть, это максимальная стоимость, не вес, максимальная стоимость, может быть, P и надо было назвать P большое, например. Ладно, все, уже как есть, F. Максимальная стоимость вещей, которые помещаются в M мешок дискретного состояния из подмножества, а дальше я дам подмножество, собственно, срезом, начиная от нуля, двоеточия, до I. Ну, этих предметов. Я здесь делаю подмножество, обозначу по-питоновски срезом. И равно нулю, ноль предметов разрешено, и равно одному предмет с индексом ноль, то есть, один единственный предмет разрешен. Давайте посмотрим на эту функцию. Заполним то, что очевидно, заодно крайний случай поймем. Ноль предметов разрешено, пустое множество, и равно это шкала I. ой, шкала I. Здесь у нас ноль, один, два, три. Все три предмета разрешены. Все окей? Сейчас все понятно, да? Итак, ноль предметов разрешено. Ноль, 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 тра-та-та. Я себе разрешу хоть всю там, не знаю, вселенную нести, но если ноль предметов разрешено, моя функция равна нулю. Да? Так, внимание, мне разрешили брать один предмет. Как работает моя функция? Как трэш холд, трэш холд, не, барьер. Да? То есть, у меня есть некая масса этого первого грузика. Вплоть до нее, до M1, где-то там есть M1, вплоть до того, пока не встретится масса этого грузика. Были нолики. Да? То есть, все это были нолики. В какой-то момент, да, у меня появился этот самый M1, да? И в этот момент моя стоимость P1. Да? Когда я по разрешенной массе, мой мешок подрастает до нужного размера. Да? Я его растягиваю, 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 оп, в него поместился грузик. Я праздную. И дальше все длится P1, 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 и до самого конца больше одного этого грузика я не унесу. Вполне могла случиться такая ситуация, что грузик оказался слишком тяжелый. И я на пределе так и не смог его взять. И он ноликами так все до конца и просто ломок. Да? Теперь смотрите. когда я соберусь брать следующий грузик, ну, понятно, что при мешке, который вмещает ноль граммов, я могу прийти в музей, да? Мне говорят, у вас мешок ноль граммов. Смотрите на все, берите все, что угодно. Ваши ноль граммов мешок. Здесь все нолики. Это понятно. На верхняя строка, как и первый столбец, у меня в табличке все нолики. Да? Так что к этому смысле крайние случаи готовы. Все в этом готово. А теперь дальше. Смотрите. Мне, рассмотрим какую-нибудь вот такую специфическую ситуацию. Мне разрешили брать, я знаю о всех своих возможностях брать максимальную стоимость для меньшего количества разрешенных предметов или для всех возможных состояний мешка меньшего веса. Я рассматриваю сейчас рекуррентную ситуацию. вот я где-то здесь. Вот я нахожусь где-то заполняю вот эту ячейку. При этом я уверен, что у меня кто левее и выше находится как бы в зеленой зоне. То есть оно посчитано ранее. я предполагаю траекторию вычислений подобного типа. Заполнение матрицы слева направо сверху вниз. Итак, я не знаю значение функции соответственно для конкретного m конкретного i. Но для i-1 для любых масс для текущего i, но меньших m все есть. Итак, давайте разбираться. Вот у меня неизвестно как это посчитать. Но в это состояние я могу попасть только из двух. Либо я и тысяч предмет взял в свою корзину, либо не взял. Ну, это размышление, да? Других вариантов комбинаторно не дано. Понятно? Соответственно, я могу сказать так, да, у меня сама ситуация разваливается на две. Если я этот предмет не взял, не взял, я говорю, этот предмет, вот просто я его не беру, а мешок у меня, ну, как бы, того же размера, то это что значит? Я сейчас пока функцию не напишу, но сейчас она легко появится. Я говорю, мне этот предмет брать нельзя, но мешок того же размера. Это вариант поведения. Вариант. Но мы не имеем права говорить, что это и есть оптимально, а это напоминаю, суммарная стоимость. Да? Просто я сказал, по меньшему, под множеству, без вот этого предмета выбрать оптимальную конфигурацию с предыдущих. Но это не обязательно оптимально. Надо обязательно рассмотреть такие ситуации, где я последний предмет беру. В этом случае, опять же, уж если я рассмотрел всевозможный, вот здесь для меня эта функция, сглатывая свою комбинаторную сложность, уже точно вывод оптимальный, возможный, максимальный подбор, неизвестно каким под множеством. Я его не знаю просто. Ну, я мог бы теоретически сохранять каким-то образом эту информацию, каким именно под множеством. Но суть в том, что она уже дает оптимальный ответ. Я ему просто знаю максимальную стоимость, которую я смогу унести, если этот предмет не возьму. А если я смогу сказать, какую максимальную стоимость я смогу унести, если я этот предмет обязательно беру? Да? Обязательно его беру а как этот вариант рассмотреть сейчас просмотрим но я из этих двух очевидно просто что должен выбрать лучший вот и все то есть моя функция будет всего лишь выбор из двух лучших вариантов один из них понятно буквально из соседней клеточки слева то есть я либо то что стоит слева или может есть лучший вариант какой какой вариант может быть уж так я сто процентов беру данный предмет массы м и т значит я получаю его стоимость п и т да при это так но к этой стоимости что я должен получить поэтому а пересмотрите не все все не все фанале уже сумму содержит в себе нет не все наилучшую конфигурацию но смотрите на этот предмет я потратил часть мешка у меня в моем мешке этот груз уже лежит топор сто процентов лишь неважно когда последним положу или первым положу я говорю так вот этот кусок часть мешка занята и у меня остается без вот этой массы разрешенной для унесения массы меньше а именно получается м минус м этого грузика да ну и собственно поскольку я и ты грузик сто процентов взял то оптимальную конфигурацию я могу рассматривать из всех других разрешенных грузиков то есть из-под множества от нуля до и минус 1 то есть абсолютно без потери это вот я вот вот так записывают но есть еще одно но я так смело размахнулся что этот грузик сто процентов могу взять кто сказал что его могу взять вот это вот это может быть невозможно да только если да только если что если моя масса м больше больше либо равна чем массы если в принципе могу взять если мы не могу взять закрываем глаза и просто копируем с предыдущего состояния понятно получается что в начале когда я буду подходить к следующему грузику да вот у меня есть его масса м2 она где-то там прячется ну допустим вот здесь вот и до тех пор пока у меня не появится возможности его взять для никакого даже и фомни не надо вот этого макса на f и т м т она просто будет равна f м тому и минус первому и все для всех масс которые меньше того вот предмета про который стоит вопрос этого к беру не беру просто ну точно не берем формируемся формируем свое подмножество для выноса из и минус одного предмета все дальше требуется пояснение но мне нужно вот эту функцию запустить в цикл внешний цикл бежит по номерам предметов два массива по массам по стоимостям из условия они должны быть считаны и даны я завожу себе вот этот массив под функцию двумерный либо список списков и бананковский массив настоящий двумерный вопрос где она умножается где она умножается это запятая при выборе максимального из двух это запятая либо 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 вариант либо вариант никакого умножения первый вариант еще раз не берем предмет сто процентов рассматриваем эти сценарии как траектории кузнечика да рассмотрим зеленые траектории рассмотрим красный вот я смотрю зеленые траектории прекрасные лучше красные не беру предмет оптимальная ситуация вот она она сразу известно нам если бы это была рекурсия это возможно сделать рекурсии но вы же представляете себе у меня здесь два вызова привет фибоначчи и вот это ветвление да это ну но в принципе да рекуррентная зависимость запускаем функцию которая вычисли ответит нам на вопрос об оптимальной стоимости при подмножестве меньшему количеству предметов вот такой разрешенной массе да можно можно так 1 вот этот вопрос вот индуктивную функцию рекуррентную функцию а при помощи рекурсии запустить для не дискретной ситуации а в чем проблема можно так рекурсии не даст вам выгоды никакой да там будет те же самое да то есть вот она она будет комбинаторную сложность улетит а если вещественные числа то вы не будете попадать в те же дырочки знаете анекдот про йога ученику кто-то знает ученик приходит к йогу и спрашивает а тот лежит на гвоздях себе лежит песнику поет учитель а сложно вот так ложится на гвозди нет фигня можно только первый раз а потом главное в те же дырочки с этим понятно я надеюсь восстановление ответа вот мы таким образом добрались вот до сюда нам надо посмотреть какой из двух вариантов соответственно предыдущих если оба возможны если текущий грузик можно было брать посмотреть какие из двух вариантов значений f удачи вариантов вот этот или вот этот был выгоднее то есть вот взять посмотреть то что стоит слева если оно равно моему значит я тут грузик просто брать не надо если то что стоит слева по табличке для меньшего качества предметов не равно моей максимальной унесенной стоимости значит топаем вычитаем мою массу до смотрим значение вот этого f гриммет предмет мы точно берем и откатываемся назад да есть каждый раз она в любом случае прыгать либо чуть левее либо еще и назад по массе если беру этот предмет короче очень быстрый откат 1 2 3 4 и вот я вот буквально от конца по предметам топаю восстановление ответа идет за о от к за к операций легкая окладно мы не будем на этом сейчас останавливается следующая задачка и смотрим на время ужас и так называется следующая задачка мы переходим к динамичному программированию на строках это было еще но с числовыми скажем так последовательностями давайте поговорим про строки а значит есть расстояние я в пространстве строк есть разные меры недавно моих детей очень рассмешило сказанным но я мысленно уже варился в этой лекции и на какой-то их разговор про то как кто-то из одноклассников ошибся в что-то слово не так написал я сказал сколько ошибок надо сделать свою мама чтобы получил слова бабушка это как раз про расстояние ливенштейна но давайте пока не бабушка до длина давайте вот так и сделаем да лишь короче расстояние ливенштейна вот у нас есть два слова мама и бабушка что является ошибкой это расстояние ливенштейна еще называется редакционное расстояние дело в том что существует другое пространство строк фиксированной длины представьте себе что слова которые у меня есть это слова фиксированной длины например на цифровом канале который передает нолики и единички установлена частота передачи то есть у меня в секунду микросекунду наносекунду передается один сигнал нолик и единичка ну вы же про дворичное кодирование немножко из школы понимаете что нолик и единичка можно закодировать все что угодно дворичные команды числа изображение звук все что угодно да и вот смотрите вот за сколько-то секунд было передано сообщение да да и у меня итоговое сообщение всегда точно такой же длины искажение в нем есть да у меня исказился вот этот бит на у меня исказился вот этот бит и это расстояние другое она не редакционная это расстояние в в данном случае это у меня бинарное давние состояние на самом деле они могут быть здесь не бинарное можно большее количество символов взять но в любом случае называется это расстояние афмана афмана и она про другое вычислить расстояние хаффмана вообще не вопрос почему ну мы просто пробегаем да она не может быть больше чем длина текущего слова правда там нет проблем с ним вот у меня к всего бит ну или там циферок буковок я просто бегу и сравниваю с к то ну давайте не знаем эту строчку с а это назовем р ну или давайте к к а совпадение нет с и п п пускай будет соответственно у меня там с и т равно по и тому равно пропускаем не равно плюс 1 понятно вопросов нет оно очень полезное для так называемых устойчивых к ошибкам способом кодирования таковы и есть опять же если вы помните ЕГЭ то может быть вы знаете что такие задачки а на самом деле это очень крутая тема придумать набор кодов для кодирования к предметов вот вам нужно какое-то n предметов у меня у вас есть например сто разных буквок циферок и так далее которые надо передавать по каналу связи помехоустойчивым образом с восстановлением а дальше следующий момент ну допустим двух ошибок чтобы два бита будут помехи а все равно можно было восстановить вопрос сколько битовые конструкции для этого потребуется то есть сколько потребуется бит для кодирования одной буковки в этом случае из своих из ваших ста ну а равномерно одинаковое количество бит вот у вас сто буковок было соответственно это не семь бит да вам надо чтобы расстояние хаффмана между каждыми двумя кодами было не Не. Если вы две ошибки хотите восстанавливать, значит, оно должно быть не меньше шести. А если вы еще хотите обрабатывать ошибку, то есть ситуацию, когда у вас три искажения, то хотя бы узнать об этом, а не сразу попасть в ситуацию, что вы ошибочно декодировали, то расстояние хаффмена должно быть не менее семи между двумя каждыми кодами. Не меньше семи бит должны отличаться у них. Ну, я, конечно, загнал сейчас эту ситуацию, но вопрос в том, что просто даже придумать хоть какое-нибудь кодирование, кроме самого дурацкого, это 7 бит умножить на 3, 21, ну, просто каждый бит на 3, если я хочу восстанавливать 2 на 5. Берем код буквы семи битной конфигурации и повторяем его 5 раз просто. И просматриваем, соответственно, эти 5 бит для каждого бита. Ну, я совсем дурацкую ситуацию делаю, да, ну, вот так, ради издевательства. И получается у меня 7, 5, 35. А хотелось бы что-то покороче. И просто алгоритм, который что-то, хотя бы какую-то кодировку предложит, это отдельная песня. Я бы ушел далеко слишком. Это то, что нас как раз не интересует. Это то, что в само расстояние подсчитать легко. Дайте, два слова, понятно. А вот еще раз. Сколько ошибок надо сделать слою «мама», чтобы получалось слово «бабушка»? Вопрос, а что является ошибкой? А теперь смотрите. В редакционном расстоянии редакторы редактируют текст. Вставка символа. Написал мальчик лишнюю букву. ЕСЩО. Вместо ЕЩО. ЕСЩО. Ну, нормальная ситуация. Или пропустил букву СОНЦЕ. СОНЦЕ написал. Тоже типичная ситуация. Пропуск буквы. И третья ситуация. Ошибка в букве. ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН. Замечательно. То есть у нас есть три варианта. Первый. Пропуск буквы. Ну, ладно. Удаление. Короче, удаление. Назовем это так. Редакционное изменение. Второе. Вставка буквы. Вставка буквы, которой раньше не было. Третий вариант. Замена. Да. Это одна ошибка. Я догадываюсь, что здесь нет букв М, а здесь они есть. Да. Поэтому в данном случае, а буквы А обе есть. Прямо обе, да. Поэтому, очевидно, надо сделать что? О, я сейчас просто, давайте, балды придумаю, да. Потом мы можем что-то пописать, да. Знаменить букву М на букву Б. А, кстати, да, очевидно, что расстояние между мамой и бабушкой, и бабушкой мама одинаковое. А это симметричная ситуация. Вот. Почему? Потому что, ну, там мы будем удалять, а тут вам будем вставлять, если мы будем назад. Например, включим, если у меня уже существует, собственно, последовательность редакционных изменений, последовательность этих ошибок, да, где и что я вставляю или заменяю, то мне нужно что? Просто записать это на пленку и отмотать в обратную сторону. Будет обратное преобразование. Ровно теми же редакционными изменениями. Давайте так, значит, одна замена, дальше, эту букву надо заменить тоже на Б, да, вторая замена, да, и дальше вставку, и еще три буквы надо вставить. Два таких, три таких, ну, в итоге, в данном случае, пять. Всего лишь пять ошибок, не так уж и много. Расстояние между двумя словами пять с точки зрения редакционной, да, редакционной расстояния. Как его посчитать? Почему это важно? Представьте себе, что у вас есть два генома бактерий. Геном это строка из четырех буквок. У, С, А, Г, Т. Ой, сейчас. У, С, А, Г, Т это вариант, когда заменяется У в самой ДНК, а У, С, А, Г, это В, РНК и РНК. Короче, не суть. Четыре буквки в этой строке, а только строчки длинные. Длинные строчки. Тра-та-та, тра-та-та. И вот у вас есть У, С, А, А, У, У, С, С, У, А, У, А, А, А. И второй геном. У, С, С, А, У, У, С, У, А, У достаточно. Достаточно. Вопрос точно известно, ну или вероятно известно, что вот этот кусток РНК, какой-нибудь коротенький, вируса, коронавируса, он вот этим связан, как и называется, связан сейчас, эволюционно. Да, то есть он от него эволюционировал. Так, вирусов единственный способ эволюции – это мутация. Ну, как у всех, не обладающих сложными всякими перегрузками. Вопрос – сколько мутаций было совершено? Какого расстояния, мутационное расстояние между одним геномом и вторым? Элементарная мутация состоит в чем? Хрязь пролетела, не знаю, там, космическая частица, да, и выбрала какую-нибудь аминокислоту. И цепочка сомкнулась без нее. Возможно, возможно. Да? Второе. Произошла химическая мутация. Подполз какой-нибудь уже там кадончик, да, что-то там раз и вставился. Понятно, что это бывает не на один. Ну, чисто вот, ну, просто оценить – это хорошее расстояние, да. Ну, или замена. Ошибка при транскрипции тоже скопировалась неправильно. Да, малек. Да, понятно. ДНК, она должна, собственно, там копироваться. Вот, фраз, скопировалась не так. Короче, как его вычислить? Строки длинные. Длинные, предлинные обе. И вот поди догадайся, да, вот какое кратчайшее расстояние. Вот это У удобно откуда? Это С, да. Вот это А брать и вставлять нужно в серединку С или заменять, потому что там еще вторая А есть. Эти два У кажутся похожи, что сюда. Понятия не имею. На длинных строках интуиция вам откажет. Да? Поехали. Давайте думать. Давайте думать. Как себя ограничим? О, срезы. Давайте срезами. Я прям вот так и хочу, на самом деле. Сейчас, одну секунду. Тра-та-та-ра-та-та. Оп. Я специально создаю состояние нуля, да? Я буду брать расстояние между укороченными версиями строк. Эта ось будет у меня осью Ай. К. Давайте какую-нибудь. Ай. Сюда будет Ай. А это не важно. А эта ось будет осью К. Ось К. Это состояние ноль. Один. Два. У этой буквы, кстати, индекс-то ноль. То есть, индекс буковки ноль. Но я рассматриваю ситуацию, когда я срезал все. Да? Ноль, один, два. Это по шкале не ноль. Это номер букв, но ее индекс будет на единичку меньше. А мне это важно как индекс в мотиве. И нулевое состояние будет означать, что тут ни одной буквы нельзя. Здесь ни одной буквы нельзя. Сейчас обсудим. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Как вы догадываетесь, комбинаторное слово, не комбинаторное, прошу прощения, а... Что мне потребуется значение из вот этой ячейки массива, которая мне даст ответ. Либо напрямую, либо моя функция будет сводиться к индуктивной функции. А функция будет индуктивной. Ну, рекуррентной. Но я ее буду индуктивно гнать от крайних случаев. Давайте сформулируем же, что же я хочу. Что я вот так вот попытался разбить вот так вот по номерам буковок. Собственно, давайте введем функцию L. Но она сейчас будет уже не между двумя абстрактными словами. Слова конкретные. Ну, не бабушка и мама, а вот они. Вот она, вирусная бабушка. Вот она, вирусная правнучка. Да? Соответственно, я говорю, вот у меня есть конкретные геномы. Меня интересует расстояние, соответственно, в котором у меня и... Я оба не имею право внизу написать. На самом деле, абсолютно... Не знаю, может быть, мне их все-таки вверх-вниз разбросать. Сейчас подумаю. Давайте нет. Оба внизу. L... И ты... К... Что это такое L и ты, К... Это... Кратчайшее расстояние. Да? Оно и есть расстояние, оно и есть кратчайшее. По определению, да? Расстояние кратчайшее. Кратчайшее длина... Наименьшее количество редукционных ошибок между подстроками, да? Это, собственно, расстояние, да, только Ливенштейна, не Хаффмана, да? Кратчайшее расстояние, расстояние, собственно, Ливенштейна, между... Так, давайте назовем их как-то. Первую строку и вторую строку. S и P. S и P. Это строка S. Строка S идет по И, да? А эта строка будет у меня P. Не важно, кто из них. Кто? Просто вот давайте договоримся, да? Так вот, расстояние между... Не отставать. Между... Соответственно, S срезом от нуля до I. То есть я буду второе... Первое слово брать не полностью. И второе слово буду брать не полностью. От нуля до K. И равно нулю срез нулевой. От старта до стопа не включительно. Ни одна буква не входит. Пустая строка. Но дело в том, что расстояние между пустой строкой и любой другой, оно легко вычисляет. Какое расстояние между мама, я в кавычки возьму, да? И пустой строкой. Количество букв. Да? Очевидно. Количество букв. Таким образом, если мне запрещено использовать буквы второго слова, то у меня здесь будет что? О, одну букву можно. Редакционное расстояние 1. 2, 3, 4, Да, пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Я заполню. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, это худший случай. Уже будут 14 изменений, да? Так, ладно. А здесь что у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да? Ну, понятно, опять же, ситуация какая. Второе слово пустой. Первое слово пустое, а второе между пустой строкой и бабушкой. Да? Сколько слов бабушка, столько и будет. А вот у меня строка имеет 10, значит, для пустого вот... Да? Число, кстати, точно не превышает длины большей строки. Даже если все символы различаются. Если первая ААААААА, а вторая УУУУ, потому что я могу заменить, вот 10 раз заменить А на У и недостающее количество раз дописать У. Поэтому оно точно не больше максимума из этих двух. Но меня-то интересует меньшее число. Меньше, да? И как его вообще вычислять? Итак, давайте еще раз рассматривать вот эту ситуацию. А мне все, я пытаюсь вычислить ЛИТКТ, при этом мне известны все редакционные расстояния для слов, срезов, для меньшего ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА меньшего k и любого i. Меня интересуют скорее, конечно, более короткие все-таки слова, но i может равняться, если k меньше. k может равняться, если он... То есть само дополнение я тоже предполагаю, вот методом как это, закрашивания. Вот я оказываюсь в какой-то промежуточной ситуации. Что я могу сказать? Что у меня известны значения вот в этой области, они мне все известны. Я постепенно i внешний цикл, k вложенный цикл. Соответственно, постепенно. Сейчас я этот заполню постепенно, потом вот эти приступлю. Но, еще раз, все, что слева и выше, все точно посчитано. Итак, l и t, k, t это расстояние между чем на самом деле? u, c, a, a, u, u. Я вот здесь разложу их, чтобы было видно, да? Это расстояние между u, c, a, a, u, u. И каким? u, c, c, a. u, c, c, a. Давайте обратим внимание только на одну последнюю букву. Как вы видите, это разные буквы. Это разные буквы. Значит, я не смогу рассмотреть вариант, что эта буква совпадает. Она не совпадает. Значит, какие возможны три варианта в этой ситуации? Какие возможны три варианта? Первый возможный вариант, что это расстояние возникает из того, что верхнее, сейчас оно первое у меня, да? верхнее первое слово будет превращаться во второе, да? Методом отграсывания этой буквы. Ну, реально другого, ну, первый вариант, да? Первый, я вот прям варианты вначале прорисую, да? Соответственно, методом отграсывания u, c, a, u. Да? А это слово u, c, c, a, да? Оно как есть, в нем эта буква остается, да? Что это значит? Я имею в виду отбрасывания. То есть, если я обратно захочу сделать, то мне нужно что? Приписать букву u к первому слову. Ну, как редакционно, то есть, ровно. Туда, не важно, туда-сюда, но одно между этим расстоянием, вот между этими двумя словами и расстоянием между этими двумя словами будет в одно действие. Плюс один. Я не знаю, точно ли по этой траектории. Мне надо идти. Да? То есть, отсюда ли я сюда пришел? Да? Ну, я вот поскольку двухсторонний, я сюда могу прийти, да, вот заодно редакционно. Давайте посмотрим на укорачивание, а я иду к более простой задаче, да? Я говорю, я же рекурсию хочу, да, только я эту рекурсию раскручиваю и буду в другую сторону. Давайте рассмотрим ситуацию, что я букву A отбросил, ну, чисто теоретически, может же быть, что надо ее отбросить, да? Тогда я первое слово оставляю, как оно было, но укорачивается второе слово, да? Соответственно, здесь буковка остается, ну, или наоборот, мы можем сказать, что если в обратную сторону, надо приписать ко второму слову букву A, да? Это одно действие, значит, расстояние между этими двумя словами на единичку больше, если оно, если это расстояние обеспечивается именно этим редакционным изменением, если именно это редакционное изменение оптимальное, но я пока не знаю, какой из них оптимальный. Вариант номер 3. Вариант номер 3. А, ну, может быть, а вдруг надо было заменить, да, эту букву на эту. Но, здесь интересный момент. Если у меня последнюю букву точно нужно заменять, да, то, вот я ее заменяю и она становится совпадающей, неважно, у, у или а, а. Но что точно я могу сказать? Что точно могу сказать? Что расстояние между словами, давайте вернемся к маме и бабушке, расстояние между мамой и бабушкой равно расстоянию между мамой и бабушкой. Это 100%. Я эту букву совпадающую могу просто убирать всегда. Знаете, понятно, здесь оптимальное эту букву использовать. Она уже стоит на удобном месте с краю. Ее обязательно использую. Мама, бабушка. Берем эту а и расстояние берем между ними. Короче. Хаффмана удалим. Поэтому я не буду писать здесь ни а, ни у. Я сошлюсь на расстояние у, с, а, а, у без последней, да, и у, с, с. Я просто ее отбрасываю. Да? Ну и плюс один. Товарищи, давайте вернемся к циферным вариантам. Ну, это же срезы плюс-минус, да, тут один, да? Что по существу... Да. Стоп. На одну секундочку. Из этих трех вариантов мне какое расстояние... Что является расстоянием? Лучший вариант. Лучший в каком смысле? В смысле минимальности. Ну, потому что я наращиваю одно изменение, ну, ну, хотя бы вот это пусть поменьше будет. Я же хочу, чтобы вычислить это расстояние оптимально с точки зрения, ну, поближе. Чтобы было меньше редакционных изменений. Самое тупое, это зачеркнуть все буквы в слово «мама» и вписать все буквы в слово «бабушка». Это вообще будет еще хуже, чем вот то, что я вначале сказал, да, в начале часть. Заменить, а уже потом дописать нужное число или зачеркнуть. Ладно, короче. Чё хочу, чё хочу, чё хочу, чё хочу. О! Сказать, что само объединение этих вот это минимум. Я стремлюсь к минимуму из... А теперь давайте сформулируем это на языке ИК. Я хочу вычислить ИТ, КТ. Да? Я говорю, что я хочу минимум... Давайте, сюда напишу, равно, вот так вот. Минимуму из... Поехали. Первое. Это Л ИТ, да, минус первое КТ. Ну, я запятую теперь должен вставить. Плюс один, конечно. Плюс один в любом случае. Давайте я в конце за скобками минуса минимума напишу. Второй вариант. Л И минус первое КТ. Второй вариант. Л ИТ, К минус первое. Третий вариант. Л И минус первое К минус первое. Это три соседние ячейки. Здесь мне даже не надо далеко бегать, как в этой задаче о рюкзаке. Тынц, тынц, тынц. Выбрать из них меньшее. Выбрать из них меньшее и что? Прибавить единичку. К этому делу прибавить единичку. Иначе не будет накапливаться собственно редукционные изменения совсем. А? И найти минимум. Но что-то тут не учтено. Если мы сейчас прогоним этот алгоритм, то у меня будет собственно что? 14. Ну, то есть самый худший вариант. Подождите, но буквы иногда просто... Мне же иногда везет в процессе вот этого движения. Да. Иногда мне везет. Ну, рассмотрим, например, ситуацию, которая чуть-чуть ниже. Вот, например, да? Вот. У. У. Да, вот она, вот эта ячеечка. Вот. Между словами У, Ц, А, А, У, У, и словами У, Ц, Ц, А, У, У. А у меня последняя буква совпадает. Тогда не нужно никаких редукционных изменений. Моя задача... Помните наибольший общий делитель? Когда мы рекуррентно переходили от одного к другому. Я... У меня просто функция понижала разглядность свою. Или когда быстрое возведение в степень было рекуррентное. Помните? Я говорю, ой, ребята, да у меня четное число. От возведения А в степени Н, если Н четное, я могу вместо этого возвести А квадрат в степень Н пополам. И эта задача просто сводится к предыдущей. Правда? Причем к сильно более простой. У меня не сильно более простая задачка, она про слова длины 1, но если у меня последняя буква совпадает, то это расстояние копируется без прибавления единички. Понятно? именно поэтому для слов одинаковой длины и полностью совпадающих у меня нулевое расстояние Ливенштейна будет пробираться по диагонали до самого ответа и останется нулем. Во! Супер! Мы собрали то есть на самом деле была ситуация тогда то есть вот это все да вот это вот если у меня настройки то надо же смотреть буковка так внимание мне и букв разрешено значит и ту букву по номеру а не по индексу можно мне я же срезать только в уме держу реально срезы я не буду резать срезами строки мне просто то есть буковку для нуля нулевую нельзя да нельзя совсем буковок ну там на нулевую я не буду рекуррентно рассматривать там просто заполню числами вот так и все реально заполнять я начну с единички все то есть циклы оба начинаются с единички до длины строки той до длины строки той так вот короче если с я сразу на языке программирования да и мне места не хватит давайте если с строка это первая для нее индекс i и минус первый очень аккуратно первая буква в нулевом индексе да а тут у меня это количество разрешенных букв это еще началось с кузнечика которого сам стоимости нулевая помните да аккуратненько так не равна п и опять же номер буковки к ты мне разрешен но ее индекс к минус один просто ты поправка на язык программирования да еще раз эти ай и к будут у меня нарастать у меня нет этих я не хочу выделять если хотите можно сделать срез с от нуля до ай и у этого среза взять последний символ вам удобно это это долго вам нужно вначале срезать потом взять последний символ вы просто знаете где находится и ты символ и ты символ находится в позиции минус один точка это просто нужно чуть-чуть сдвиг координат для понимания откуда мы берем его когда разрешено использовать и первых символов то последний допустимый к использованию это в массиве из n элементов последний элемент имеет индекс n-1 ну все это только еще раз говорю поправку чтобы вы не ошиблись при программировании этого вопроса потому что бывают у людей и зашло если же и если же ащи же не по церковно-славянски а если же не ну то есть наоборот отрицание отрицание то есть равны наоборот повезло нам да это как раз наоборот ситуации не повезло а если нам повезло то просто оно равно l-1 k-1 понятно то есть заполняя эту табличку я буду все время поглядывать на состояние буковок совпадают не совпадают совпадают не совпадают и принимать решение либо я тупо копирую по диагонали либо я выбираю оптимальный из и прибавляю единичку если не совпали все точка количество операций очевидно а длина s на длину p то есть она по количеству от соответственно лен длины строки 1 умноженная на длину строки 2 все окей все зашло в голову никаких больших сложностей же нет правда это магия ребята это реально магия то есть если вы осознали что динамичное программирование оно поедает комбинаторную сложность я не могу другого слова пожирает буквально ее она вот этими бесконечными практически ну не бесконечными гигантским комбинаторным фрином а тут чам чам и мы просто его как берем каждый раз берем оптимальный оптимальный выбор сделан до этого и каждый раз я помните вот эту логику когда мы как бы идем по и дощечки друг по другу подкладываем очень важно наступать только на те точки для которых вы рассчитали значение траектория вычислений когда вы будете изучать вычмоты сеточные методы вот эти сеточные характеристические методы на там третьем курсе я не знаю где это у вас будет но будет наверняка вычислительная физика или математика называется там вы сводите вашу там непрерывную функцию дискретной к сеточке после этого ваша главная задача это что правильная траектория вычислений этой формулы то есть сама формула рекуррентная индуктивная и заполнение массива красим клетки красим клетки вычисляем в смысле очередные значения этой функции к моменту когда мы их все вычислили наш ответ находится где на плоскости или на объеме в четырехмерном пространстве где время достигло целевой точки а если я сохранял все значения прямо могу мультик проиграть состояние если мне это надо или если это не во времени а в пространстве ну короче вы получаете объемный расчет состояний среды как проникает тепло сквозь страна как биологическое что-то еще это будет по существу динамическая программирование с алгоритмической точки зрения вся сложность яйца выеденного не стоит оно программируется если он прямоугольная как вот сейчас легко легко а вся сложность прячется в формулах именно поэтому предмет вы чмоты он не про программирование в основном хотя казалось бы она компактна а все а давайте разберемся что эта формула вообще работает а давайте что эта формула она работает и при этом она дает физичный результат который хоть как-то соотносится с математической непрерывной формулой и возникает она апроксимация он устойчивый и у нас тарам сходимость оно сходится и сходится к тому что надо ну правда еще и с вычислительными ошибками ну уж от них никуда не идти ладно давайте что последний я думаю что уже точно последний 12 минут я ничего бодренького вроде иду что мы хотим мы хотим два алгоритма один из них называется КМП Кнута Морриса если я не ошибаюсь двумя Р Пратта тут без удвоенных только Кнут Дональд Дональд Кнут тот который написал этот многотомник и по-моему еще продолжает писать не знаю жив ли он дай бог ему здоровья дописать вот такой по алгоритмам такой вот чуть ли не на сэмблере он начинал его писать на своем я видел эту книжку листал но читать не стал есть некоторые герои которые читали не видел ни одного кто-то читал честно но все обычно хвалят чем известен Дональд Кнут кроме того что он крутой алгоритмист знает все алгоритмы в мире и пишет замечательную сложную книгу она действительно фундаментальна действительно крута но вряд ли вам в жизни сильно пригодится но знаете всегда будет интересно в такие фундаментальные книги заглянуть я вам советую она в библиотеке должна быть можете заглянуть в читальном зале сказать дайте мне пожалуйста Дональда Кнута первый том ну так полистать просто познакомиться знаете как притронуться к бумажной версии ооо зарядился ладно короче чем он еще известен Дональд Кнут алгоритм Дональда Кнута ну а также других что он сделал то что у нас в Юпитере работает формулки чем мы пишем а те когда он издавал эту книжку то ему очень не нравилось как у издателя сделана вот эта наборная система а это было еще в глубоких там 70-х или даже раньше нет не раньше 70-е где-то или 80-е где-то там вот и он написал свой собственный язык по сути программирования тех буковка е специально опущена это кишка в которой все формулы математические прекрасно вставляются возможности там управления кернингом или керлинг это где там натирают пол да а кернинг это межбуквенная таблица межбуквенных расстояний для всевозможных сочетаний букв алфавита и вот он подбирает поскольку буквы разноширинные и имеет разные начертания то художник прорабатывающий шрифт он просматривает и разрабатывает таблицу кернинга да вот и там есть всякие фишки связанные с можно приопустить буковку верхние индексы нижние индексы короче под маленькое подмножество теха маленькое которое касается написания формул оно используется везде практически вот кроме какого-нибудь микрософт офисовского маф там какая-то дурацкая система а так в основном все по этому значит его издательская система у нее есть много разных вариаций там миг тех бип тех и так далее всяких наворотов дополнений и так далее одна из самых известных развитий скажем так этих самых латех вот в этом варианте вы наверное слышали уже латех вот у вас в юпитер ноутбуках в ячейках да можно ставить латеховскую формулу математическую с синусами верхними индексами нижними сумма интеграл лимит стремление предел минимум вот если вы разберетесь то вы сможете прям вот научный текст фактически набирать в юпитер ноутбуке это очень классно когда вы сложные вещи математические описываете а тут же вы их программируете и надо пояснять без пояснений как еще раз говорю научный код без пояснений даже алгоритмический он не кушается потому что написать вот это это два вложенных цикла с фором да этот строк ну 10 строк а поди пойми вот так надо лекцию прочитать ладно короче про кнуты лотех я вам рассказал давайте-ка я вам рассказываю чтобы вас просветить гуманитарно вообще про мир про жизнь слегка ну вот а второе это вы устали давайте вернемся значит в чем это первый алгоритм а второй алгоритм который конечно не расскажу он называется с деталгоритм ночь будет помянута ничего скоро утро значит короче з-алгоритм есть две функции у строки одна функция называется пи-функция пи-функция строки а еще есть з-функция строки вот соответственно вычисление алгоритма пи-функция является оптимальным динамичным алгоритмом вычисления пи-функции з-алгоритм не знаю у авторов они конечно существуют но запомнить зато проще является динамичным программированием по вычислению з-функции строки давайте разберемся с пи-функцией а з-алгоритм он похож более того если мы знаем вычисленную пи-функцию для всех срезов строки от пустого до полновесного то мы можем вычислить з-функцию этой строки для всех ай то есть мы тоже можем ее вычислить они связаны друг с другом но мы сейчас не будем это дело трогать мы просто ее пока забьем на з-функцию и з-алгоритм так что суть такое пи-функция что суть такое пи-функция строки значит первое пи-функция у строки не имеет никакого индекса чтобы появился у нее индекс нам нужно будет что-то добавить дополнительное вот у меня есть строка возьмем у ц у а у ц у а ц у ц у а у ц не знаю я вот честно не знаю где мне остановиться в какой момент давайте вот закончим я не знаю хватит давайте для начала сформулируем что такое собственный суффикс и собственный префикс только суффикс и префикс понятно да префикс это от сих суффикс это от сих да возьмем возьмем озадачиваемся поиском а суффиксы какие начинают начинают пустого префикса и пустого суффикса какой максимальный префикс и максимальный суффикс ну давайте прикинем во все слово да озадачиваемся вопросом какова длина наибольшего префикса префикса который является суффиксом ответ тривиальный абсолютно правильный длина слова зачем же мне такой дурацкий вопрос тогда если очевидно то есть что это и есть прифункция прифункция равна длина слова кем удивили нет давайте немножко усложним давайте запретим себе префикс и суффикс длиной во всю строку вот это запретим себе вот длина его то есть он может быть очень длинным но совпадать со словом не может да это назовем словом собственный суффикс собственный префикс меня лично эти слова собственный путают собственный префикс ну в смысле собственно давайте лучше не собственный а собственно ну собственно суффикс а не все слово ну собственно префикс а не все слово то короче ну полное слово нельзя потому что там получается дебильный тупой ответ Ну, все слово, вот тебе и длина, вот тебе и пи-функция. Нет. Так вот, пи-функция это, это что такое? Это, давайте еще раз, это длина максимального, ну, или максимальная длина собственного, ну, или собственного, собственно, префикса, совпадающего, ну, собственно, суффиксом. Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Сейчас пока интуитивно. Ну, я могу рассмотреть такой вариант. Я могу рассмотреть такой вариант. Давайте возьмем длину 1. Ну, давайте возьмем длину 0. Возьмем длину 0. Подходит. 0 точно вполне является кандидатом на пи-функцию. Да? Нулевой префикс равняется нулевому суффиксу. Так что 0 у нас есть в запасе для любой строки. Если строка А, Б, В, Г, Д и Е, Ж, З, там никаких повторений нету, плевать, и функция 0, все, мы посчитали. Да? Так, ладно, окей, давайте что-нибудь посмотрим. Возьмем в качестве кандидата длину 1. Берем, берем, совпадают, не совпадают. Берем длину 2, совпадают, ура, совпадают, совпадают, совпадают. То есть 2 в принципе годится. Как кандидат троечка, УЦУ, АУЦ. Как кандидат четверочка, УА, УЦ не совпадает. УЦУА. Так, еще больше. ТУА, я беру пятерочку. Нет, шестерочку. УЦУАУЦ. Оп, совпали. А вы думали, случайно буквы тут долблю на доску. Так, ну давай, второй, да, у меня, давайте я зелененьким их выделю. Так, давайте посмотрим кандидата семерку, а для семи на А начинается и не годится. Восьми. Девяти. Десяти. Ну-ка давайте посмотрим. УЦУА, УЦУ, АУЦ. Я обломался в самом конце. Да, да, еще раз. УЦУА, УЦУА. Ну, в идеале было бы, знаете, сделать, чтобы все-таки здесь, все-таки давайте я добавлю, чтобы оно было. У, АУЦ, да. Хочу, чтобы совпало. Но на самом деле прикольно то, прикольно то, что может оказаться, могло оказаться сейчас и было бы прикольно. Если бы у меня вот тут совпало бы. У, УЦУ. Ну, я сейчас, сейчас оно точно уже не совпадет. А что я добавил сюда, и АУ сразу, да? УЦУ. Нет, дальше все равно не получится, короче, усилить это дело. Мы сейчас только сформулируем, но многое уже станет понятно. На самом деле, существует ситуация, где у меня пифинция больше половины слова в длину. А самое главное, у меня, собственно, кандидатов-то много. Ну, если я начну вот этим переборным, полнопереборным алгоритмом идти, то сложность моего алгоритма не катастрофически большая. Она не катастрофически большая. Потому что сравнение двух слов длины И равно чему? Оно равно И. Да? Ну, в худшем случае я ошибусь или обнаружу совпадение в самом конце. Да? Если повезет, то раньше. Ну, и сколько мне нужно таких длин перебрать? Ну, чисто теоретически от одного до полного слова без единички. Это как при подсчете количества действий в сортировке пузырьком. Это сумма арифметической прогрессии, она имеет квадратичную сложность. То есть длина строки в квадрате, ну, там, пополам, ну, и учитывая вероятность. Ну, она, короче, полный перебор, да, вот полный перебор, он не катастрофически сложен, да, дает О от длины строки в квадрате. Зачем нам нужно что-то усложнять? А вот жалко компьютерным. Вот жалко компьютер, хочется ускорить процесс. Хочется достичь подсчета пи-функции за О от Н. Слабо? За О от Н. И Дональдс говорит, нет, не слабо. Мы можем вычислить пи-функцию за О от Н. Просто пройтись по строке и вычислить вот так вот ее, да. Если мы будем брать не всю строку, а ее кусочек, под строчечку, под строчечку. Дальше. Если у меня для какой, вот допустим, у меня для какой-то под строки, вот для какой-то под строки предыдущей, мы вычисляем пи-катую. Это пи-функция от куска строки от начала до ка. Не включительно. Не включительно. Ну, у меня потому что буковки с индексами от нуля начинаются, да. При этом мне известно значение пи-к минус первое. Оно мне известно. Пи-к минус первое мне известно. Да. А у меня вот какой-то новенький символ добавляется. Что я могу сказать, товарищи? У меня, если внутри этой под строки есть собственный суффикс, который совпадает с собственным префиксом, а он тут есть. У ц... Он тут есть у этой строки. То есть, вот пи-функция катая, она будет на самом деле равна трём. Трём она будет равна. Да? А на самом деле там ещё и просто у есть, да. То есть, ещё и есть единичка, как вариант. Но, что я могу сказать? Мне нужно откатиться. Взять, вот, собственно... Я точно знаю, что у меня у ц для той предыдущей под строки должен был... То есть, чтобы состоялся у меня удлинённый суффикс и префикс на один. У меня эта буква новая добавляемая должна совпасть с... Тем мне нужно проверить, что она совпадает с буковкой, которая находится на расстоянии пи-к минус первое. От начала строки. Эта буква, если она совпадает с этой, то я просто удлиняю мой префикс и всё. Там есть маленькая тонкость, что, к сожалению, если у меня есть вот эта многоуровневая предыдущая префиксность, да, да вот, то... Ну, я вот сюда добавлю букву У. Скажу, вот у меня строка расширяется, добавляет, дополняется буквой У. И у меня как раз возникнет... Наползёт сюда, да. А это отсюда начинается и совпадает. Всё в порядке. Вот у меня будет суффикс, который длиннее, чем... И совпадает с префиксом длиннее, чем полстроки. Понятно? Вот. Короче, удлиняющий должен находиться где? На вот этом расстоянии. Но иногда раз и не попадёт. Вот здесь не У, а, например... Сейчас скажу. А. Добавляемая буковка. Значит ли это, что, ой, не совпало, всё, пи-функция равна нулю? Нет. Нет. Дело в том, что... А может быть для зелёного варианта у меня следующая буква... А, нет, она там У. Ну, может быть, для красного варианта, чуть-чуть укороченной подстроки, может, для её более укороченного варианта, да, следующая буква является... Да, является... Тогда я вот эту версию суффикса буду расширять и скажу. Вот именно ту пи-функцию плюс один. Оп. Ну, в крайнем случае, если у меня, как сказать, пи-функция, что называется, ноль, но буква совпадает, тогда плюс один к нулю. Не совпадает, да, с самой первой буквой не совпадает. Ну, ок, всё. Ладно. Короче, то есть здесь есть вот это ниспадение, ну, оно не рекуррентное, оно циклическое, да, вот к предыдущей, пи-функции предыдущей подстроки, к предыдущей, оно несколько раз там случится. Я сейчас не буду уже прописывать, но по существу вот это сведение, ещё раз, подсчёта пикаты к пика минус первой, и просто нужно знать, где посмотреть символ. Мы сразу знаем, где он находится в той строке. Совпадение в позиции пика минус первой с текущим добавляемым новым символом. Совпадает? Вау, супер попали. Не совпадает, не попали, ничего. Пробуем чуть-чуть глубже. Всё, ну, слушайте, я не успею рассказать его. Посмотрите, пожалуйста, в материалах уже. Я надеюсь, что у вас всё-таки получится его как-то запрогать. По существу главное я вам рассказал. До встречи. На следующей последней лекции, пожалуйста, приходите. Я очень оценю, если вы придёте. Вот. И что-нибудь интересное вам расскажу обязательно. И очень полезное. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok